Театр Алан Хо Я знаю, что вы просто огромное количество времени провели на различных фестивалях, выезжали на гастроли, давайте об этом поговорим Да, у нас достаточно такой насыщенный год получился в этом году, у нас буквально сразу после, ну как встретили Новый год 2019, как только наступил 2019 год, год театра, мы сразу же поехали во Владивосток и приняли участие на, ну как сказать, на начало театрального марафона То есть получается мы как бы открывали обрядом благословения Алгыс непосредственно вот этот театральный марафон Было очень приятно, мы выступали на Мариинском театре, Приморская цена Мариинского театра, в целом так называется И люди, которые пришли туда посмотреть наше выступление, были очень удивлены И нас попросили, чтобы мы еще раз продублировали, поэтому мы два раза показали вот этот обряд, да Сначала первый раз в самом начале, а потом уже второй раз уже во время там определенного как бы перерыва тоже попросили, чтобы мы еще раз показали, потому что очень много людей было и они вот Хотели посмотреть? Да, хотели посмотреть То есть с вашей легкой руки театральный марафон всероссийский стартовал, а сейчас в России идет Можно так сказать, да А потом после Владивостока были какие-то еще повестки? После Владивостока у нас, ну, мы репертуарный театр с одной стороны, да Ну, вообще, как сказать про театр Ланхо, это не совсем простые обычные театры, не совсем тоже репертуарные, кстати, да И нас в основном даже не могут подразделить, к какому виду жанра мы относимся Но вы же уникальный театр получается в России, да Да, ну, вообще считается, что в 21 веке это уникальное событие, то, что появился вообще такой театр И, как говорит Валентина Александровна Чусовская, она говорит, вот ваш театр, ну, вот наш театр, наш театр, он относится к классическим театрам То есть классические театры, это такие театры, как вот эти, пекинская опера, например, в Китае, например, театр Кабуки, да, в Японии, но там, Гутиятам в Индии и так далее То есть получается вот такой эпический классический театр в своем роде И это уникальное, как бы, явление вот 21 века Благодаря вот Андрею Савичу Борисову вот у нас появился вот такой вот театр Кстати, Андрей Савич сейчас участвует вообще в жизни театра, или он как основатель создал? Ну, и он основатель, кроме того, как он еще основатель, он еще является художественным руководителем нашего театра И вот все, что вот у нас происходит в театре, все вот это наша деятельность бурная, да, она полностью, как бы, идет по итогам работы художественного совета, которого вот он руководит И кроме спектаклей, мы еще и кроме гастролей, куда вот мы все время, как бы, мы постоянно стараемся выезжать Мы еще организуем Исэхи Аланхо Вот республиканский национальный праздник Исэхи Аланхо Тоже одним из основных организаторов является театр Аланхо В этом году по какому Аланхо прошел? В этом году у нас Исэхи Аланхо прошел в Намском улусе И он, можно сказать, прошел под символом воительницы Джерабына, мне так кажется Вот у нас есть такой спектакль, это Джерабына Джерлатта, вот воительница Джерабына, которая в прошлом году была номинирована на премию «Золотая маска» на национальную театральную премию России И достаточно такой успешный был спектакль, и он сейчас до сих пор идет, и до сих пор собирает залы И вот вчера буквально мы закрыли театральный сезон, и как раз таки вот воительница Джерабына в очередной раз показала, что вот оно до сих пор имеет очень хорошую популярность Возвращаясь все-таки к вашей гастрольной деятельности, я знаю, что была Казань, где вас просто очень хорошо принимали Да, ну вот Казань это наши давние друзья, можно сказать, потому что мы уже дружим с 2012-2013 года Даже до этого, по-моему, еще ездили, но вплотную вообще фестиваль на УРУС, вот тюркских театров, да Он начал вот сотрудничать с нами вот с 2013 года, и мы вот активно начали туда вот ездить И благодаря вот этому фестивалю у нас вот два спектакля, в 2014 году спектакль «Удаганки», и в 2018 году спектакль «Воительница Джерабына» были номинированы на национальную театральную премию «Золотая маска» С легкой руки фестиваля Да, то есть это не мы как бы выдвигались, да, а они, получается, нас выдвигали на эту премию То есть, как бы достаточно интересно получается Потом они вот считаются, что вообще на УРУСе считается, что якутские театры в целом, они являются флагманами, ну вообще в целом, если так взять И поэтому очень-очень сильно всегда ждут То театр Лунуха ждут, Саха театра ждут, театр юного зрителя Но все театры, которые вот у нас есть в Якутии, они всех ждут Потому что считается, что якутские театры — это знак качества в этом плане А в этом году какой спектакль вы отвезли туда? В этом году мы возили премьер Вот, кстати, в этом году мы имели наглость показать премьеру Практически сделать премьеру там на фестивале на УРУС Ну, наши друзья, конечно, пошли нам на встречу Вот руководитель вот этого фестиваля на УРУС, Эльфири Купов Он сказал, что ну ладно, мы вам доверяем, играйте Потому что, ну обычно туда рекомендуют определенные как бы критики там и так далее Вот, чтобы попасть на этот фестиваль Но, тем не менее, они сказали, вот, ладно, вы можете И поэтому мы на свой страх и риск отправили туда новую работу Романа Дорофеева Называется «Три светила» по-якутски — это «Юшкюнь» Вот этот спектакль, в котором у нас играют всего пять актеров и два музыканта То есть это такой достаточно компактный спектакль Легко вывозимый Да, легко, ну вот считается, что он портативный, можно сказать, да? Ну и вообще, на самом деле, вот эти спектакли, вот «Три светила», допустим, или «Семь портретов якутских женщин» Тоже самая работа Романа Дорофеева Которая, кстати, в этом году достоинна была номинации Вот этот лучший спектакль на премии «Желанный берег» Вот Республиканского фестиваля театрального, да? И это практически происходит в рамках лаборатории, которая у нас работает тоже внутри театра Где могут молодые режиссеры сестры? Да, где молодые режиссеры могут попытать счастье То есть, получается, они там, как получается Ну, мы обычно сами как бы ищем, да, вот режиссеров потенциальных, кто может там и так далее, да? Или же они могут тоже подойти к нам с хорошим там материалом, но желательно, который связан с салон-хо То есть, если я молодой режиссер, я могу к вам прийти и, пожалуйста, помогите мне Да, мы можем обсудить это, если, в принципе, как бы обоюдное соглашение подойдет, ну, друг к другу, как бы на материале определенном остановимся и так далее Да, если в глазах будет гореть огонь, конечно, это может быть вполне реально И в репертуар потом войдет спектакль? Да, ну, вот эти спектакли постепенно не входят в репертуар То есть, это сначала как лаборатория делается, с минимальным бюджетом, кстати, да А потом оно, как бы, потом окупится в последующем, получается, да, с финансовой точки зрения Ну, и с другой стороны, это очень хорошая платформа для молодых режиссеров, с одной стороны Ну, и очень хорошая платформа для артистов Это, получается, они могут развиваться не только как артисты, там, допустим, жанра пения там и так далее Они могут и драматические там и так далее И, кстати, вот наш театр, он интересен тем, что у нас есть и драма, есть и пение, есть и танцы Ну, вообще, вот движение там и так далее, пластика и так далее, да Поэтому, вообще, до сих пор никто не выявил еще, к какому жанру мы относимся Это, наверное, просто поиск себя, поскольку театр молодой, сколько лет вам? Нам всего 11 лет, мы закрыли вот нынче 11 сезон, вот 12 сезон у нас начнется с осени И да, совершенно верно, мы в поисках до сих пор То есть, те спектакли, которые у нас находятся в рамках лаборатории, например, да, или какие-нибудь вот эти спектакли Они не совсем являются спектаклями Алан-Хо Но они, по крайней мере, помогают, являются одними из составляющих, можно сказать А есть какой-то спектакль, который, ну, вот точно, это абсолютно спектакль Алан-Хо? Ну, воительница Джербына, Удаганки, Муки любви, который вот как раз-таки вот недавно занял второе место на фестивале территории в Магадане Это была, это постановка спектакля Степанида Борисовой, народная артистка республики Сахая-Куте, да? Этот спектакль, кстати, немножко, если остановиться, имела очень долгую паузу Потому что главная героиня, она вот уходила в декрет, а потом она вот вернулась Актриса? Актриса, да, да, актриса Инга Леонова, вот она как раз-таки вернулась И вот это было, ну, как у нас, как говорится, как Волон-Хо Волон-Хо считается как омун-нах, то есть это получается как все резко, как бы так, как говорится омун-нах слово Неожиданно? Неожиданно, там много таких, да, когда вот, например, ты сегодня, ну, считается же, например, ребенок родился Через день ему один год, через два, там, два года, там, и так далее Через 17 дней ему уже 17 лет, то же самое у нас получается, да? То есть спектакль у нас очень долго находился в консервации, с одной стороны Ну, мы, в принципе, его играли, когда вот ездили на гастроли по улусам и так далее А вот когда подавали на фестиваль территория, кстати, Лена Тимофеева подала просто так Давайте попробую На удачу Да, на удачу, вот подали И мы даже были очень сильно удивлены, когда нам сказали, что вы заняли второе место И вы получаете грант на поездку в Магадан Потрясающе Да, это было здорово Слушайте, мне кажется, у вас такая традиция Вы в Казани премьеру сыграли, первый раз спектакль после долгого перерыва в Магадане Да Ну, мы, как бы, немножко рисковые люди, видимо, да, с одной стороны Но, с другой стороны, это надо, потому что жизнь — это движение Так бы оно долго лежало, может быть, кто его знает Я знаю, что «Муки любви» спектакль все-таки особенный еще в том плане, что не просто первый раз после долгого перерыва Что там сейчас замены актеров произошли, поскольку вот были трагические события Да, у нас, конечно, этот год достаточно такой выдался и тяжелый, с одной стороны Потому что мы потеряли таких замечательных наших коллег, друзей, соратников Это Матрена Корнилова, наш режиссер, ну и Галя Тихонова Вот наша девочка, актриса, которая вот у нас Ну, я думала, что вот за ней будет определенное большое будущее и там и так далее Ну, и за Матрены, конечно, и очень отрадно то, что никто их не забывает, с одной стороны, да Ну, и, с другой стороны, то, что вот они сделали, вот их дело живет в спектаклях, там, вот в их ролях, там и так далее Жизнь продолжается, с одной стороны, но, с другой стороны, мы будем всегда их помнить То есть спектакль в какой-то степени даже им сегодня посвящен? Да, обязательно, потому что вот спектакль «Боятинцы Жербына», который вот поставила Матрена Корнилова Оно имеет до сих пор очень большой успех, получается, и является одним из таких главных, важных спектаклей Вот восстановление нашего театра То же самое «Муки любви», там, где вот играли, кстати, вот они оба, да, и вот этот спектакль тоже Конечно, он нам выдался достаточно тяжело, но, с другой стороны, как говорится, искусство продолжает жить Когда я просто говорила с Ингой, да, у меня тоже ком в горле просто стоял И она говорила, что она выходила на финальную сцену, и там как раз вот они играли с ней, Галина и Матрена И она говорит, я просто не могла, я с ума сходила, настолько слезы были Да, да, вот как раз-таки вот последняя цена, вот они как раз-таки втроем и играли Когда вот бабушка вот слепая, она подходила, и вот когда мальчик, ну, Галя играла мальчика маленького, да, вот И как раз-таки вот эта цена была очень трогательной Ну вот, очень здорово, что вчера вот, например, показали фильм «Ага», в котором как раз-таки Галя Это, по-моему, была ее одна из последних ролей, где она играла Тоже были очень такие вот, как так говорится, ну, очень здорово посмотреть человека Ну, с одной стороны, ее нету как бы рядом, да, но с другой стороны, она живет в кадрах, в фильмах, она живет в спектаклях Да, в сердцах людей там и так далее Я знаю, что осенью вы должны поехать на театральную олимпиаду, верно? Вот, в 2001 году театральная олимпиада была в Москве, насколько я помню Мы тогда были студентами, и мы даже думать не могли, вот я лично, например, думать не могла, что мы когда-нибудь спустя там Ну, 18 или сколько-то лет будем принимать участие там непосредственно вот на театральной олимпиаде Очень здорово, что нас туда выбрали, и как раз туда едет вот в Вейдельце Джеребена, вот этот спектакль Мы два дня будем играть в Санкт-Петербурге, Питер сам по себе театральный город, насколько как бы известно, да И нам уже сказали, что мы будем играть 22-23 октября там То есть уже определено? Уже определено, даты уже выставлены, билеты, говорят, уже скоро поступят на продажу Я думаю, что это скупит их быстро, учитывая вашу репутацию таких прогрессивных До этого нас еще вот пригласили в рамках восточного экономического форма, которая происходит во Владивостоке Тоже со спектаклем, но вы должны сейчас определиться, какой спектакль туда увезем Это будет уже на начало сентября То есть мы сегодня, скажем так, отпустили людей отдыхать, артистов И уже 3 сентября труппа должна собраться, за 3 дня порепетировать и 6-го уже вылететь во Владивосток Успеете? Ну, должны Мне еще очень интересно, у вас в труппе, я заметила просто, например, братья Борисова, Василия Александра Они при этом являются в составе Саха-театра Как вы с Саха-театром делите артистов? Ну, мы сейчас уже практически перестали делить артистов Вот Саша и Вася, они играют в этом спектакле Поэтому вот они были как раз таки Мы попросили руководства Саха-театра, договорились, чтобы они нам, вот как раз таки, этих артистов на этот период разрешили нам, чтобы они вот съездили Но, кроме того, у Васи, например, очень много ролей у нас Вот Эллей Батур, например, спектакль, тоже один из таких ключевых спектаклей Мы его ставили в 2011 году и тоже как бы является таким Так-то у нас труппа достаточно молодая И она в основном выпускники артического института Вот, который вот практически ежегодно мы по одному, по четыре, там, по несколько человек обязательно берем оттуда Ну, при наличии в оканце Специально не готовят артистов вам? Готовят То есть это же отдельно, это же Таюк, да? Да, да Головой пени Ну, вот Сипа Недельничная Борисова, как раз таки она там преподает Она профессор артистового института Вот она как раз таки обучает детей И готовит к театру Алан Хоу Обязательно Ну, как правило И это, оказывается, работает хорошо Потому что они как бы здесь живут, здесь варятся в собственном, как бы, определенном сходе И их все время обучают горловому пени Таюку Вот сегодня эстетика театра Алан Хоу Это все-таки спектакли, основанные на горловом пении? Или это все-таки мы опираемся на драматургию, на Алан Хо? Это все Это и драматургия, это и клыгах, это Таюк, это горловое пение, это и пластика, это и технологии, можно сказать, современные, да? Можно сказать, туда и фольклор в обязательном порядке То есть, вот, искусство, вот, шаманизма, например, там и так далее Все это, как бы, приплетается в одно целое То есть, это, можно сказать, это собирательный микс, получается, всего и вся Поэтому, вот, до сих пор, как бы, непонятно, к какому жанру мы относимся Поэтому надо сейчас уже по новой нормативной правовой акт какой-нибудь создавать, не знаю, закон, что ли, потому что И внедрять это, потому что сейчас по квалификационному справочнику существует такое понятие, как хомейджи Это когда горловое пение, вот, например, тут Тыва, например, там, и Калмыкия, и так далее, да? Поэтому мы должны вот слово Таюк, так же, как и хомейджи, туда включить Ну, постараться хотя бы ради этого А сейчас этого нет? Пока нету Интересно, вы 11 лет существуете и еще до сих пор не включили? Ну, мы находимся в периоде становления Пока мы, как бы, уже доказали себя, как определенный театр Сейчас мы будем уже на законном уровне все это дело дальше продвигать То есть, по большому счету, получается, что спектакли Степанида Борисова, они создают сейчас новое явление в театральном искусстве в России Да Выходит так? Да, выходит так Потрясающе Спектакли вот Степанида Борисова, спектакли Андрея Борисова, спектакли Матрены Корниловой, вот, и Роман Дорфеев вот потихонечку вот начинает, как бы, внедряться, получается Вот так вот Так что достаточно такие насыщенные, как бы, работы идут, но, с другой стороны, справляемся Я, честно говоря, с искусством Алан Хо познакомилась совсем недавно И у меня возник вопрос Все-таки, в чем же его феномен? В этой простоте? В простом сюжете? В том, что это жизненно все? Или в том, что это все-таки инструмент, это голос и... Это все вместе Все вместе Да, у нас, например, есть в ряду наших состав и наших сотрудников существуют реальные исполнители Алан Хо и настоящие Алан Хо-суты Вот как раз таки от них вот эта вся мудрость и с одной стороны, наверное, идет Они, кстати, кроме того, что вот сами поют традиционном, как бы, понятии, да, обычно, как в одном, ну, в единоличном, как бы, да Но, тем не менее, они еще обучают У нас вот появился, как бы, новый исполнитель Василина Баланова Вот она сейчас обучается у Никандра Прокопьевича Тимофеева Который вот ее обучает И он, как бы, ее натаскивает по Алан Хо в целом Вообще, те, кто обучают, ну, вообще читают Алан Хо, поют Алан Хо и так далее Они как-то по-другому уже начинают видеть мир, мыслить там и так далее Все считается, вроде как, очень простой сюжет, как бы, да Но, тем не менее, когда внедряешься уже, когда смотришь уже внутри Алан Хо, там очень много разновидностей оказывается С одной стороны, это добро, зло, там, девушка, красавица и так далее, да Обязательно богатырь, там, наличие вот этих компонентов Но в целом, если так взять, то там бывают и есть, делится очень на много разновидностей Например, тот же богатырь, он делится на всадника, делится на стрелка, еще на какого-то там и так далее, воина и так далее И их разновидностей очень много И вообще считается, что, например, женское Алан Хо, например, вот эти удаганки, например, да Вот этот является одним из таких архаичных Алан Хо То есть они были еще до патриархального времени, когда еще был матриархат То есть в итоге, получается, история как бы насчитывается 16-15 века, а там еще, по-моему, дальше она идет, насколько я понимаю В предстоящем сезоне какие-то премьеры ожидаются, все-таки интересные для зрителей Да, ну вот мы планируем, ну у нас по госзаданию, у нас все-таки государственное учреждение, поэтому есть государственное задание В рамках госзадания мы до окончания этого года должны поставить еще три спектакля Провести декаду Алан Хо, отпраздновать день Алан Хо 25 ноября Ну и будет, вообще планируем поставить Кыз Дебели Ну вот посмотрим, как оно выйдет А даты какие-то уже есть? Кыз Дебели, скорее всего, это будет, наверное, в конце декада Алан Хо, примерно Это будет один из больших, крупных спектаклей Потом один детский кукольный спектакль планируем У нас, кстати, кукольные спектакли очень даже хорошо живут Вот спектакль Куни-Рели тоже в свое время был назван лучшим спектаклем для детей Желанного берега, это был 2016 год, по-моему, насколько я помню Вот, и еще один малой формы спектакль должен подготовить То есть получается даже куклу вы используете? Да, да, с куклами вообще здорово получается, да, как-то они оживают, очень интересно Все-таки Алан Хо это мужская режиссура или женская? Тут, как сказать, да, тут, по-моему, даже не от пола зависит, а вообще от состояния души, по-моему, зависит Как это будет И вообще, на самом деле, все работы, которые вот у нас вышли, да, это не работа одного человека Это работа всего коллектива Каждый кто-то свою частичку, как бы, вкладывает непосредственно вот в этот спектакль Большое спасибо вам за интервью Это была программа Акцент, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!